Добрый день, Максим Александрович. Да, здравствуйте. Единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочко уже больше года работает. Вас удовлетворяют результаты работы этого пункта? Да, я бы сказал, что не только удовлетворяют результаты работы. Мы даже к концу года прошлого вышли на показатели, превышающие, наверное, наши ожидания. Ребята мотивированные, четко понимают, зачем они выбирают эту специальность и на что они идут. А как строится вообще работа единого пункта, так в двух словах? Вы знаете, мы каждый день эту работу совершенствуем. Пребывание контрактника от момента его входа в каких-то агитационных мероприятий до заключения контракта составляет им считанные часы. Часы? Часы. А вообще, как можно попасть на военную службу по контракту? Ну, самое главное, чтобы было желание. То есть, мы все понимаем, что это достаточно такое серьезное мужское жизненное решение. То есть, это же не только пойти защищать родину, да, это еще выбрать себе специальность и профессию, которой ты прежде всего будешь гордиться. Вот когда вы про специальность сказали, возникает вопрос, вообще, кандидаты, они имеют возможность высказывать пожелания по поводу выбора военной специальности и по поводу места службы? Конечно, мы в процессе оформления кандидатов обязательно об этом спрашиваем. Не всегда специальность, которая указана в военном билете, может быть той, на которую назначат контрактника. То есть, ну, к примеру, молодой человек-кандидат 5 лет назад служил в армии, служил обычным стрелком или имел водительское удостоверение. Ну, неважно. Условно, какую-то военную учетную специальность. Пока он находился на гражданке, он приобрел навыки другие, допустим, управление беспилотным летательным аппаратом. Мы сейчас понимаем, что эта специальность более востребованная, проверяет свои навыки, компетенции и выбирается в пользу той специальности, которая более необходима сейчас в зоне проведения специальной военной операции. На какой срок обычно заключается контракт и возможно ли повторное заключение контракта по истечению действующего? Контракт заключается в соответствии с законодательством от одного года до предельного срока пребывания на военной службе. При желании после окончания контракта, контракт пролонгируется на тот срок, который пожелал контрактник. То есть, это не новый контракт заключается, а действующий просто продлевает? И непрерывно, ведь от непрерывности службы зависят еще и выплаты, потому что выплаты у нас в том числе и начисляются за выслугу лет. А, кстати, какие выплаты предусмотрены контрактникам? Их большое количество. Самое основное – это у контрактника денежное удовольствие, которое складывается из оклада по воинскому званию, оклада по должности и других стимулирующих выплат. А вот с другими стимулирующими выплатами, их такое большое количество, что все уходит в персонале. То есть, место службы, воинская часть, имеет ли контрактник допуск в военной службе, его успехи на поле боя. А может, он танк подбил? А может, он уничтожил опорный пункт противника? От всего этого, в том числе и, повторюсь, от успехов на линии боевого соприкосновения, зависит денежное удовольствие и вознаграждение военнослужащего. Меры социальной поддержки. И тут очень важно понимать, когда контрактник наш находится в зоне проведения специальной военной операции, он точно должен понимать, что за его семьей наблюдает, она всем обеспечена и ни в чем не нуждается. И вот здесь большущую работу делает правительство города. То есть, ни одна семья контрактника не остается без присмотра. Есть потребность перевести ребенка в детский сад, в другой, поближе к дому. Она исполняется. Меры социальной поддержки, денежные выплаты на детей, курсы для жен, повышение квалификации. И все это по крупицам складывается в огромную работу, которую правительство Москвы проводит для семей. Но мы же тоже должны понимать, что, получив ранение, контрактник у нас выходит на реабилитацию. К реабилитации тоже подключается город. Есть потребности, которые реализуются в едином центре приема граждан, военнослужащих СССР и их семей. То есть, там коллектив подобран таким образом, что любая, ну какая-то жизненная ситуация не остается без внимания. То есть, это и последующее трудоустройство контрактников, которые уже прибыли из зоны проведения специальной операции. Работа с семьями, адаптация мест проживания. И, прежде всего, что самое главное, после активных боевых действий, это социальная адаптация. Какого рода подготовка проходит у контрактников перед отправкой в зону специальной военной операции? Мы четко понимаем, что в зону специальной военной операции не отправляется контрактник, который не прошел до подготовки. То есть, независимо, какой у тебя опыт был военной службы и независимо, когда он был приобретен, год назад ты уволился или 10, условия ведения боевых действий сейчас совсем другие. Об этом нужно контрактнику рассказать. Он должен пройти до подготовки в специальных формированиях воинских, где он пройдет как индивидуальную подготовку, так и подготовку в составе подразделения. В том числе мы тоже прекрасно понимаем, что есть на каждом направлении своя специфика. Где-то применяют больше беспилотной авиации, где-то идут штурмовые действия. И командиры, которые занимаются подготовкой, не четко понимают, на какую задачу будет направлен контрактник. Исходя из этого, ведется боевая подготовка и обучение специалистов. Сколько проходит подготовка для службы и предусмотрены ли выплаты кандидатам, которые готовятся? Уже после заключения контракта? Как я уже говорил, что все кандидаты проходят до подготовки. То есть, либо это восстановление навыков, либо это приобретение новых. В основном, это проходит в течение 10 дней. Но, если мы говорим о сложных специальностях, например, освоить навыки беспилотного летательного аппарата, такие курсы и навыки приобретаются до 3 месяцев, а может даже больше. То есть, все зависит от того, под какую задачу готовят специалиста. В любом случае, даже не находясь на линии боевого соприкосновения, контрактник получает денежное удовольствие. Максим Александрович, когда могут отказать в заключении контракта кандидату? У нас все требования к контрактнику, к потенциальному указанному в федеральном законе. Это его медицинское состояние здоровья, годное к военнослужбе, и профессионально-психологическое состояние. И если эти два факта удовлетворяют Министерство обороны и соответствуют нормам федерального законодательства, контрактник принимается на военную службу. Основным критерием, по которому может быть отказано контрактнику зачастую, это состояние здоровья. То есть, мы понимаем, что в интенсивной боевой работе должен принимать участие здоровый специалист, военнослужащий, который будет бегать, прыгать, вести активные боевые действия, стрелять, в том числе носить на себе груз, как продовольство, экипировки, так и специальных принадлежностей. Поэтому к здоровью уделяется очень большое внимание. Максим Александрович, какие возрастные рамки для желающих служить по контракту? Потому что мы в нашей передаче беседовали с добровольцем, которому больше 50 лет, и его прям вот не очень горели желанием его взять. Вот какие вообще существуют рамки? Если мы говорим о рамках, указанных в законодательстве, это от 18 до 65 лет. Но здесь тоже очень много разных историй, я бы сказал. Есть интересные истории, когда приходят уже взрослые мужчины за 60. Говорят, я чувствую себя нормально. И смотришь, как моложавый парень с хорошими бицепсами. Профессиональный спортсмен, снайпер, бегает каждый день. То есть, конечно, мы бы хотели видеть потенциально молодых людей, потому что это очень серьезная боевая работа в зоне проведения специальной операции. Но подходим ко всему, я бы сказал так, структурно-творчески. То есть, если мы понимаем, что мужчина сможет выполнять боевую задачу по тому уровню здоровья, который у него есть, мы даем возможность ему реализовать свое право. Потому что, знаете, такое наше мужское «хочу», да? То есть, я захотел помочь ребятам там, в зоне проведения специальной операции. Я захотел выполнить свой долг. Я хочу защищать свою страну. И это, я считаю, правильно. Конечно, правильно. Но, тем не менее, наверное, существует какой-то возрастной центр, допустим, пенсионный порог. Вот возраст, после которого точно вы откажете. 65 лет. То есть, вот, собственно, пенсионный. А какого рода специалисты решают судьбу контрактиков отказать или принять? На «Яблочко» в нашем центре работают, я бы сказал, три основных блока. Это медицинские работники, которые определяют состояние здоровья. Это профессиональные психологи, которые определяют его профессионально-психологическое состояние и готовность к службе. Ну и уже военную составляющую определяют специалисты, рекрутеры, так называемые, да, которые из общения с потенциальным контрактником понимают, на какую должность его нужно предназначить. А есть ли вот у этой комиссии, у врачей доступ к медицинской карте, к электронной? Конечно. Мы же не можем просто со слов оценивать здоровье потенциального кандидата. Город дал специалистам, которые участвуют в медицинском отборе, доступ к единой городской системе. Медицинской, в которой видно всю историю медицинских обращений данного гражданина. И здесь обхитрить медицинского работника, который стоит на страже, чтобы, не дай бог, с серьезными заболеваниями и, не дай бог, инфекционными не попало в вооруженные силы. Максим Александрович, есть ли какой-то сайт, где можно узнать подробную, детальную информацию? Ну, конечно. Это официальный сайт Министерства обороны, мил.ру, и сайт правительства города Москвы, Мосру. Уже более двух лет идет специальная военная операция. По вашей оценке, по вашему впечатлению, как изменилось настроение у тех, кто идет служить по контракту? Настроение выполнить свой долг, оно всегда одинаковое. А вот, скажем так, осознание того, что это нужно делать, я бы сказал, что оно больше сформировалось. Люди интересуются, как дела на поле боя, какие тактические успехи у нас, куда мы двигаемся. То есть люди, потенциальные контрактники, прежде чем идти, они внутри себя точно сформировали вот этот стержень, который дает им возможность четко принять мужское решение идти защищать свою родину и понимать, зачем это нужно. Огромное вам спасибо, ну, во-первых, естественно, за службу и за этот разговор. Благодарю вас. Всегда рад. Субтитры подогнал «Симон»